дожили выбирать и больше не едем правда и так не ездил никуда на то были особые причины другие ездили а теперь если вы хотите помочь саджары не надо никуда ехать эти к себе на дачу вот приехали ко мне иркутяне правда иркутянка одна по бокам это мои внуки им ничем не удивишь но все-таки удивил дело в том что жара привела к тому что исчезли на время кислота из всех абрикосов кроме манжурского тот остался кисло-сладким уже дети все без кислоты все а крупноплодные абрикосы вот такие как я в руках у детях это вообще шедевры если бы я сейчас еще бы меня позвали на международную конференцию меня с первой конференции лишили слова за ересь так а потом умудрились позвать еще на ту конференцию или забыли или что или того времени у меня еще больше авторитет вырос но если бы я тогда там начало было восемнадцать девятнадцать ушла конференция значит надо было выехать раньше и когда я числа 415 собирал плоды видите нас здесь вот цифра стоит 13 я собирал полузеленые а если бы вот эти бы привез и сказал вот это ну не сложилось но вот конференция раньше человек чем даже абрикосы потому что абрикос ранний фрукт и тот еще к тому времени к середине июля редко поспевает а тут дикая жара если бы я взял бы взял бы и привез бы где-нибудь термосов специально чтобы они не это не перегрелись и угостил из пяти человек как называется президент из пяти академиков и сказал бы что это персики ни один бы не отгадал если бы только догрыз до косточки а потом бы сказал позвольте это не персик это абрикос вот тогда бы я рассмеялся и сказал мы можем делать абрикосы с вкусом персика и это не шутки ребята вот жаль уже не приезжает ко мне дускобилов единственный ученый который у меня бывал я бы вот такими бы угостил но больше некого некому быть посредником нет единственного ученого который верил мне безоглядно который меня пропагандировал я про дускобилов а он уже глубокий присягер вот высказался будем продолжать значит частично этот вебинар посвящен детям почему да потому что они в саду должны расти я все время с ужасом думаю гигантские просторы каждый день каждый час я не преувеличил и вы это знаете уменьшается количество сельских жителей это называется тихим ужасом вот картошку везут с египта сегодня сейчас продается картошка египетская египетская кто знает где находится египет забыли нет напоминаю на всякий случай а так утрею немножко в африке так вот у нас жара такая же как в африке ну разве что на несколько градусов может холоднее на кой черт на моих картофель почему свой не садим а потому что некому садить а как это случилось а как почему никого это не волнует а а главное это даже не это если дети будут бегать по этим по сельским улицам если у них будут вот такие сады самое легкое на свете то чего сейчас в россии нет в россии нет здоровых вишневых садов этот овощ первый фрукт который не надо с ним ничего делать но об этом еще поговорим но рассказал слова не воробей я сказал ничего вообще ничего это фрукт вишня просто вишня кто называть его владимирская если разновидности и есть вишня степная их ничего и не надо никакой играть техники не поливать не удобрять не мощный корни кстати мощнейший корни не удобрять не поливать не попрыскивать не калечить не резать и она вам отблагодарить если вы ее оставите в покое вот меня решили слова те кто пропагандирует уничтожение и секатором прямом смысле а людей переселяется я вот скажите мне еще такую вещь и мы же уже наговорились вот так про агротехнику то есть что еще не знаю что знает вы мне объяснить такую вещь если прошло советское время нам давали квартире бесплатные но даже не в этом дело сейчас надо платить с тех пор построены десятки миллионов этих самых квартир людей все меньше квартир все больше как это происходит а потому что отток сельского населения и потребность квартира пустеют просторы а могло бы все наоборот дайте стеблю дайте это самое дайте кредит лучше без процента дайте стройматериалы продать и но не так чтобы в один год увеличить стоимость стройматериал в два раза с этим так что это делать и вот получается что дети должны жить в садах прямом смысле средняя полоса россии но не могу я наболела вы понимаете что отсюда зависит здоровье долгожительство отсутствие болезни вот тут вот в саду они в этом на 25 этаже высказался ближе к телу значит в один год были посажены два абрикоса тут была целая рощица абрикосов они были привиты и проданы осталось два этот который справа вот этот вот крупненький видите он привиты вот а этот прививка не удалась он остался не привитый и вот пожалуйста результат значит им обоим по пять лет исполняется пять лет привиты до сих пор не плодоносит они привиты взял и заложил плоды почему я говорю да не такой уж большой срок у этого самого у корни собственных растений какие плоды будут я вам сразу скажу я сегодня еще три фильма снял вчера четыре фильмы потом вчера три фильма вот и я хожу и наслаждаюсь я разбил на куски я подскажу вот к этой паре деревьев почему а там они тематически связаны между собой вот эти долгожители а вот эти вот самые морозостройки а вот эти урожайных когда не должно быть никакого урожая они вкусные они без кислоты и вот следующем вот эта парочка очередная есть о чем поговорить что долго ждать было этого урожая нет полил его хоть раз я нет вот так бывает а привитый до сих пор без единого плода ну тут легко догадаться ударил заморозок он культурный его его заморозок убил цветы а это не привитый сын манжурца номер там 20 или 30 я их уже перестал номеровать и пожалуйста он уже может давать плоды вот это значит черешня 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 брянская розовая знаете как я довели до такого мизерного состояния она стала черешни она вкусная кислоты не прибавилось по двое вишня я не мешает ему это вот я просто хотел сказать знаете вот когда бесконечный пересев а потом поступает в виде самого назовем это достаточно морозостройки в сибири же но этот пересев приводит тому что плоды мельче 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 сохранить крупность невозможно и теперь это бредная тень а то череши ведь когда-то череши откуда когда угодно и украина да еще июжнее там средний азия еще лучше это сам и талий испании но нам плодит огромный учениц и на здесь вот такие это цена переезда на север а я буду постепенно знакомить с сирии с ними другими они еще не Не спел, это Ренскороза первая, чуть-чуть поспела, только увидел парочку этих и сразу сфотографировал. Потом покажу остальные. Еще раз говорю, я обращаюсь к кому? Мне стыдно произносить фамилию, ведущую через него до России. Ну стыдно, потому что скажут, ну какое право железо имеет на морализаторство? Ну, переходите только на прививки. Да любую черешню с Украины, вот как я, вишню Жуковскую, вот это чудо привез сюда, в Сибирь, и у меня за 20 лет ни одна веточка не подмерзла, ни одного года урожай не пропустила. Крупная, отборная, вкусная, это, вишня Жуковская. Так я еще в нее, это, внедрил гены черешни, она стала еще вкуснее. Вы понимаете, это все прививка вначале Жуковскую на Сибирскую штамбу, а Сибирская штамба это, о, это 10 метров, ну, потом она когда начинает, у диких урожая, она начинает как бы кронус снижать, распластывается. Вот, вот это я призываю науку, пока, давайте еще раз, нас мало, смотрит нас мало, сегодня, может, еще рекорд поставим, почему? Дикая жара, середина лета не до этих, не до просмотров, сейчас посмотрим, это подвиг, 3 часа жертвы услышать. Но, с другой стороны, придет пора, когда это все пригодится, когда кто-то скажет, уже напишет, позвонит, примет решение на уровне сельхоз, сельхозминистерства, что все, давайте новую программу, послушайте Железово. Вот, все, что сейчас, только прививочный нож из Сибири, гигантский урожай, никаких признаков унилеза, вообще никаких, ни одного случая у меня уже, кругом десятки бишен у меня, у соседей, все, все расходится. Вот, плодов, только вот так вот, смотришь, сотни тысяч, вот, смотрите, не сходя с места, сотни тысяч, перевозите все это в видеокосы к Европу, черенки, или это, все, в Европу, и, 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 это, лучше сельцами, и прививайте на них черенки, что хватит уже. Хватит, это бесконечно пересек, это просто, получается, вроде бы заняты. И никакая это не ценная работа, никакая, что там платили вам за это миллионы, никто не заплатит, и спасибо не скажет. Он и моя любимая, ученая, кандидат наук, этот самый, директор Субботинского ГСУ, вот, Бойкова Галина Николаевна. Ну, орден бы дали бы, дали бы государственную премию, давно заслужила, никому не надо. Так у нее хотя бы на краю земли были такие урожаи, такие результаты, вот, на краю земли. А там, пожалуйста, Брянске-то, делайте это все, вам же светит это все, потому что тут на краю земли, может, и замерзнет, там у вас не замерзнет. Ну, разреждая пропуск. Вот еще одна тенденция. Но я это говорю в расчете на будущее, что когда-то услышат, когда-то. Потому что я ничего не выдумываю. В этом году жалуюсь. И урожаи не тот. Вот. Вот они. Их можно называть персиковыми. Это Мичуринский, который, вот, он, видите, как. А потом покажу. У меня есть фотография, где он 100 тысяч грамм. А в этом году мелочь получилась. Он все равно, он уже не Мичуринский. Нет, он формально Мичуринский. Тем более, когда прививает, и наука утверждает, что прививками мы сохраняем качество этого дерева, с которого все резали ветку. Чуть-чуть два. Я уже стараться говорил, что тут несколько факторов. Память предков. Это самое. Диригония. И это самое. Влияние подвоя в качестве вегетативного супруга. И еще чуть-чуть на плиту. Вот. Но в этом году пошел, урожай был слабый. Поэтому я уж и так, и так покрупнее выбирал. Ну, 77 граммов. Ладно, идем дальше. Но это не шаг назад. Это назовем устаканивание. О! Как вам такой термин? Устаканивание. Я шучу. Ох, люблю шутить. Вот. Так. Серьезная тема. Когда-то я, Желинов, делал вот так. Смотрите. Вот. Это учеба и игра. Аббагадейка, аббагадейка. Значит. Моя любимая Матвеева. Вот. Юлечка. Для меня Юлечка. Для вас Юля серьезная дама. Тем более, прошло на 10, наверное. Да, не меньше 10 лет. Я ее учил укоренять. Вот когда я первое укоренил. Скоро пошли. Самое легкое, это, конечно, смородина. Вот. Пошла. Если попросить, что он перешел на... Так, перешел на... Прижовник пошел. Перешел на жимовость. Пошла. И, наконец, что меня удивило. Кто-то мне это оказывал. В то время я много печатался. И мне говорили... Переписка. Серьезные люди. Мне говорили следующее. Не... Не укореняется. Вот. И я отказался от стандартного укоренения. Что такое стандартное укоренение? Это специальное помещение. Оно имеет стенки. Может, стеклянные. Но чаще полиэтиленовое. Но матовое. Чтобы солнце не сжигало, а только грело. Так. И внутри какая-нибудь дождевная... Паровая, как бы назвать-то... Установка по разбрызгиванию. До доведения воды. До состояния... До состояния... Мелкодисперсного состояния. О! По двуке ответил. Мелкодисперсного состояния. И так, значит... Я вместо этого решил, что любая бутылка послужит этим самым микро... Микро-микро... Значит... Парниковым или Теплиссом. Называйте, как хотите. Да, скорее, парниковым. И вот я учил... Значит... Юлю. Укоренение идет неплохо. Но... Я когда напечатал сетью... Паре газет... Я считал так. А газеты тогда читались охотно. И я думал так. Ну, все. Я могу уже уходить на покой. Страна будет сама автоматом обеспечена кустарниками. Лучшими культурами, какие есть. Вы когда-нибудь видели? Вот с таким... Ягодой эту... Смородина она есть. Вы когда-нибудь видели? С огромными кладами шелковится. Есть. Все есть. Но... Чаще на картинках. И чаще на юге. А здесь-то что? Кустарник-то он легко укрывается, чем... Любым подсобным материалом. Небольшие шалашики, коробочки, пригибания под снегом. Вот. Ну, просил там это. Чем... Что угодно. И все это есть в интернете. Пожалуйста. Тем более, что кустарник, это как правило, полметра. Ну, хорошо, если метр. Но... Прошли годы, и я убедился, что это не стало массой юлии. Это любой человек может и должен делать. Любой. Может и должен это все творить. Вот. И насытить страну без всякого рынка. Только сбегал к соседам. К одному соседу. Для того, чтобы срезать у него веточки. Подробности у меня есть в фильме, есть и есть статья. И фотографии. То есть там даже ничего читать не надо. Гамма фотографии, готова. Вот. И когда меня припихло, я взял Сири Сергеевна и сделал быстренько, за час где-то. Вам много не надо. Значит, сотню штук. Половина шуковицы, половина этих самых. Половина. Значит, что тут у меня? Акрыжовник. Дальше полил. Значит, вот эта вот тряпка, она еще в виде занавеса опускается. Чтобы в жару не сгорает. Разница принципиальная. Я учу, ребята. Хотите, слушайте, хотите. Вам не надо кустарники. Лучше в мире. Пожалуйста. Если надо. Значит, здесь стопроцентная тень. Поверьте, что вот эта грядка сделана под гигантским, под гигантской красной рябиной. Здесь никуда, никогда не проникает солнце. Вообще. На дне огромный купол. Это удобно тем, что в дикую жару, особенно такой год, как этот, не сгорают листья под бутылками. Потому что под бутылками всегда жарся на 10-15 градусов. И тогда получается хорошо. Плохо потом. Проходит месяц-два, полтора. Чуть-чуть трогается в рост. Чуть-чуть видно. Почки, которые под листиком. Почки трогаются в рост. Все. Только трогнулись. Значит, корни готовы. Можно не выкапывать. Поверьте, они уже там. Тогда через месяц-полтора убираются бутылки. Обратно в мешки. И до следующего года. Дальше полив, полив, полив. Но. Все-таки тень. Вечная тень. Растут. Растут. Дорастают до, назовем это, до продажного состояния. До товарного состояния. Вот. Но. Вариант Б. Он чуть-чуть больше времени надо. Но. В общем-то, мы за час управились. За час успели посадить. Одеть бутылки. Они были давно валялись. Без дела. Потом сверху вот сюда раз. Гвоздики маленькие вбил, чтобы не срывало. И дальше внимание. Это на случай, когда. Я сфотографировал. А дальше что? А дальше сжарит солнце. За этой. За этой. За этой. Этой. Значит. Грядкой. Восток. Там вечная тень. То есть там всегда. Там оттуда солнце не достанет. В полдень оно бьет. Вот с этой стороны. Со стороны. Которая правая. Отсюда бьет солнце в полдень. Защита есть тоже. И на крайний случай. Смотрите. А. Вот так вот опускаем. Видите? И в самую жару полдень. Ну-ка. А тут время даже есть. Вот. Двенадцатого. Это три дня назад сделал фотографию. Да. Два часа дня. Как видите. А это уже пекло. Солнце переходит на запад. И вот это пекло. Вот. И. Внимание. Вот эти. Под этими бутылками крайний ряд. Справа. Которые они защищены. В них лично сгорели махом. Ну. Кто знал. Что будет каждый день дичайшая жара. Это перебор. Такого не было. У меня сгорели. Вот тут вот. Пять или восемь бутылок. Под ними уже сразу сгорели. Это учеба. Зачем скрывать неудачи. Вот. А с этого края. Они зелененькие. И еще заглядываем заду. С тылу. А с тылу вот пожалуйста. Вот так они выглядят. Вот. И. Поняли да. От жары укрываем вот так. А потом когда жара проходит. Им солнце нужно. Нужно. Славенькое солнце только. Не жаркое. И свет нужен. Для. Для образования корней. Вот это вот поднимаем обратно. И получаем. На пасмурный день. Вот такой вид. Так. Все. Доклад окончен. Почему? Меня очень много упрекают. Что я за один вебинар не могу рассказать все. Что я знаю. Я умею. Но извините. Как мог рассказал. Так. Идем дальше. Абрикос Митюнинский. Вот эта фотография была сделана в присутствии. Ирина Александровна Савинич. Где-то. Три года назад что ли. Тогда она достигла максимума. Вот. А. Потом. Не то что пошли. Еще раз говорю. Я применяю термин. Урожай был слабее намного. Я применяю термин. Устакаливается. То есть он стал на 30 грамм. Меньше. Но он остался шедевром. Шедевром. Почему? Вкус персика. Я ничего не путаю. А если ходили правы. Еще вкусней. Почему? Мы персики едим недозрелые. Которым не хватило солнца во время перевозки. Снимали зелеными. Потом они желтели. Желтели без солнца. И когда мы их едим. Они же не настоящие персики. Персики настоящие. Это сама сладость. И вот эта сама сладость. Так вот получилось. Так хотел бы. Я бы мог и президенту обмануть. Но я больше. Второй раз я не поехал. Без принципа. Потому что что второй раз отключили микрофон. Мне тогда была сделана страшная ошибка. Они меня обвели вокруг пальца. Но они опытные. А я дурачок. С точки зрения публичности. Выбрал 50 самых лучших фотографий. Вы все видели. Даже ярче этой намного. Тем более на деревьях. Любой скажет, что я на рынке покупал. А на рынке нет таких абрикосов. На рынке абрикосов 20 грамм. 25 редко. Вообще не бывает крупных. А докажи. А на рынке. Допустим. И докажи. А вот там было не так. Если бы я попросил молодого человека. Компьютер. А экран. Я стою с экраном. Попросил закачать 50 фотографий. Я их выбрал. С любовью. И если бы сразу сказал. Включите пожалуйста. А я сейчас. Не критиковать надо. Я сейчас предложу новый метод. Как сделать так. Чтобы они уже. Не только по Сибири пошли. Но и по всей России. Даже на юге России. Польза будет. Наверняка бы показали. А потом бы уже. Можно было и сказать. А теперь давайте так. Или мы откажемся от страшной технологии. По уничтожению садов. Вот вспомните. Я только сейчас про вишню говорю. Это просто какая-то злоба к вишне. И тут же руками разводят. Искалечат. И вот смотрите что. Значит. Не получилось. Второй раз я не поехал. Потому что я просто был в шоке. Я не мог к себе прийти. Я потратил на дорогу большие деньги. Меня главный редактор. Привесадного хозяйства. С которым я дружил. От Павла помню. А когда это. Мне было плохо с сердцем. Там же в зале. Когда меня посадили на мое место. Рядом с ней. Вот. Все было. Обида была лютая. Вот. Не захотели узнать правду. И сейчас не знают. Уже 15 прошло. И сейчас не знают. А вот это все реально. И вот получается следующее. Вот. В эти дни. Вот это 12. Это. Начали поводоносить крупноплодный абрикос. Один. Второй. Утружай слабый. Третий. Четвертый. Вот. И наконец пятый. Значит. У них оказалось. Вот эта жара. Как-то их нивелировала. Мне зло берет. Что если я раньше мог определить какой сорт. То сейчас хрен поймешь. Понимаете. Вот. Но это еще не все. Я сегодня снимал фильм. Я его снял. И фотографию-то не сделал. Короче. Вот смотрите. Неприлитые абрикосы. А. На одном дереве уже перезрели. Они там вот такие вот. Вот такие. Да. И даже чуть крупнее. Но. Когда я подошел сегодня. Вчера мне не было. Они уже кисленно падают. Ну так же как яйцо разбивается. Как яйцо сырое. Так и они. А на втором дереве они зеленые. Я во-первых вам. Кто захочет увидеть. Не сегодня. Сегодня будет вебинар разбит на части. Наверное сегодня моим братом. И выставлен. Потому что вебинара процента мало. А поэтому мы хитрим. Мы берем на 4-5-6 частей. Делим. И снова показываем. Чтобы как можно больше людей узнали. И вспомните про это самое укоренение кустарников. Все это надо. А у меня на подходе второе дерево. Не привитое вот с такими плодами. Я вам еще покажу. А этого не может быть никогда. Вот. Кое-что вы увидите. После этого вебинара разбит на части. Это наверное завтра. А процента я попрошу брата выставить. Вот эти фирмы. Из которых я все это знал. Вот. Понимаете. Это особый сад. Это волшебный сад. Таких садов нет ни у аду ученого. Раньше были. Я могу назвать несколько выдавщиков садоводов. Вот. Но их достижения. Они не доходили до этого. Знаете почему? Ну бесконечное пересеклое опыление. Бесконечное пересеклое. Ну когда-то надо было остановиться. Они не хотели. А меня на конференции международные слушать не ставят. Показал бы эти 50 фирмы. Может быть правда был слышен. Вот сейчас бы да. Но как говорится. Исистер-систер. Кто ему дать. Упражнение сортов. Эту фразу применил Козь Дюмов. Он сказал. Что все. Железо упражнил сорта. Что касается абрикоса. Это самый благодатный метрел. А такой же благодатный вишня черешня. Запросто из вишни сделала черешню. Могу на спор. Из черешни сделаю вишню. Вот. И наконец могу сделать 10, 100, 1000. Ну смотря сколько мне дадут возможности. Я же не этот самый. Не всемогущий. Дайте гектары. Дайте я вам сделаю сотню, две этих самых. Гибриды из черешни. И они будут одни прекрасно жить. На Урале другие. Одна Дальевостокая. Третья Питера. Четвертая под Москвой. Вот это все делается легко. Фактически уже все знает. Вот. Уберут. Какой. Четвертая под Москвой.